Всем привет! С вами канал CanBeHot и у нас сегодня распаковка вот такой небольшой посылочкой, которая еле лазит в кадр. Так, как мы видим, продавец упаковал в большую пупырку. И смотрим, вот такой фирменный пакетик Siberia, на китайском это написано, но пакетик такой из бумаги, но как ткань, хлопчатобумажная, наверное, называется. Смотрим, в комплекте инструкция, модель Siberia V10, инструкция, как что подключать, на английском и китайских языках, характеристики можете сейчас разглядеть. Давайте смотреть на сами наушнички. Такая еще бумажечка, гарантийник не заполнен, я так понимаю, это. Мешочек в сторону, и сами наушники. Как еще какой-то стикер, так, расплетаем. Провод в оплетке такой, силиконовый. Пульт управления, в нем мы видим кнопки V, включение подсветки и регулировка громкости. Очень странно, почему делать, если было не сделать регулировку, смотрелось как регулировка. Ну ладно. Очень странно замотано вот здесь. У меня ощущение, что кто-то их разматывал уже. Может проверяли перед отправкой. И не было коробки заводской, подвес отправит без коробки, сказал, что так ему выгоднее, поэтому он делает скидку и цена дешевле, чем у всех. Ну не знаю. Так, есть такой стикер. Siberia. 2016 год производства, я так понимаю. В декабре 2016 выпущены. На джеках находятся заглушки пластиковые. Так, у нас здесь такие три разъема. Два джека и USB. У наушников есть подсветка. Микрофон. Вот так у них внешний вид. Очень даже ничего смотрится. На гарнитуре присутствует надпись WCA 2016. Компания Siberia была спонсором этого мероприятия. Это чемпионат по киберспорту. Амброшюры такие мягенькие. Вроде как несъемные. Прям нелегко съемные. Внутри логотип X Siberia. Это опять же логотип. Вот так очень достойно выглядят на самом деле. Микрофон гибкий. Отключить его, кстати, нельзя отдельно. Но можно уж выдернуть провод. Давайте включу подсветочку. Итак, подсветочка. Вот так она выглядит. Очень даже ничего переливается. Так разными цветами. Также микрофон отдельно подсвечивается. Очень так стильно, прикольно. Но подсветку можно выключить нажатием кнопочки. Ну, либо выдернув провод USB с компьютера. Что значит кнопочка V? Это включение-выключение вибрации наушников. При включении ZS слегка вибрирует. И по идее наушники должны слегка вибрировать, что будет усиливать ощущение баса. Ну, сейчас я буду проверять звук наушников. Чуть-чуть послушаю и скажу вам. Ну что ж, у наушников достаточно неплохой звук. А вибрация добавляет такое интересное ощущение к басам. Необычно, прикольно. Не знаю, кто будет в играх еще. И уши будут, конечно, потеть. Такой же зам. Конечно, а летом будет пойти. Но мне кажется, во всех наушниках с полным покрытием такое ощущение. Сидят на голове очень удобно, приятно. Классные наушники за свои деньги. И сейчас я вам ставлю образец записи звука на микрофон, чтобы вы примерно понимали. Ну, я не ожидаю от него чего-то особенного. И думаю, что это такое посредственное для игр пойдет. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был канал CanBeHot. Пока-пока. Пример записи звука на гарнитуру к Сибири V10. Рядом со мной стоит мой компьютер. И вы можете услышать, как записывается звук в реальных условиях. Звук не обрабатывался.